всем привет сегодня у нас в гостях вот такая вот посылка это роутер сяоми 3g который был куплен по акции на распродаже по моему за 25 99 такая обычная цена у него там в районе 32 долларов вот сразу открыв мы увидели переходничок по моему это галкома да они вложат сейчас везде ну вот хорошие переходнички мне они нравятся вот из дешевых они самые которые больше всего мне нравится вот как выглядит коробка 3g написано такой он тоненький 4 антенки у меня сейчас т.п. линковский тр 840 дн по моему экране выложу фотографию как а вот здесь все на китайском принципе android iphone ipad pc в общем тут нам информация особо не нужно давайте пробовать открывать вот будет на замену моему теплинку все больше в коробке ничего вот я взял верх ногами вот так он запакован здесь а это наверное было нужно за это тянуть либо здесь тоже ну давайте посмотрим комплектацию сам роутер взял по совету из нашего чата писали либо брать 3g версию либо вообще не брать оставаться на старой давайте сразу посмотрим антенки гнутся дальше не гнется то есть это предел куда она может согнуться вот да они дальше не гнутся вот допустим у меня у тот китайский второй роутер там антенки гнутся в любую скором и полностью на 360 градусов вот на антенках тут нанесено значок вайфай вайфай ми вайфай вот так это здесь у нас юсб порт слот какой-то вот сверху это решетки охлаждения то есть не слоты как я изначально думал а решетка охлаждения то есть идут снизу вот такие и сверху вот такие то есть заброс воздуха и можно увидеть кусок платы через эти решеточки кнопка reset 2 lan порта и один для завода интернета и давайте посмотрим что у нас здесь тоже в основном китайская информация вот так это выглядит и так начали я хотел ее перепрошить на подавана там или другую прошивку советовали в чате но потом я подумал и решил что многие сидят на столько прошивки то есть поэтому подключу посмотрю и посмотрю на столько прошивки с переводчиком настрою и наверно буду сидеть для них мне особо не нужно там не торренты настраивать ничего поэтому буду на стоковать но если очень сильно захочется тогда уже когда-нибудь может и перешью а пока посижу на столько как это будет выглядеть в на китайском или в переводе я когда подключу попробую заснять либо скрином из монитора либо так идет вот ну и давайте же посмотрим что у нас дальше коробочки дальше у нас идет вот такая вот бумажка все на китайском так откладываем далее и все то есть такая вот картонка закрываешь то здесь у нас вот можно отсканировать посмотреть на приложение видать да вай фай а в какое-то то есть можно с телефоном управлять и вот запаянный вот такой вот блок питания китайский так мелко все написано так 0 6 ампера до выход 12 вольт полтора ампера вот такая вот большая зарядочка тоже с логотипчиком и проводочек длинный белая резиночка как почти все у xiaomi мне вот эти белые резиночки очень нравится потому что ну реально и клетка встречал раньше но раньше вообще их не встречал бы техники мне сейчас как бы их начали другие производители вложить из белой резинки и кабеля и на обкладывать но появились они умея их раньше не видел до принципе резинка тоже классно вот кабель длинный так вот в общем установлю настрою и попробую снять кусочек интерфейса как она выглядит когда подключиться внутри внутри реально или разобраться китайском языке про фан вспомнил что я хотел с ним сделать я хотел к юсб подключить внешний винчестер вот и заливать на него фотки как бы до переливать семейные фотографии сделать архив хранилище через вай фай чтобы можно было переливать потому что на телефонах память быстро забивается от фотографий и такой вот хранилище то есть нужно телефон подключать куда-то переливать и так далее а здесь можно это будет все организовать по вай фай вот поэтому я вспомнил зачем изначально я покупал этот роутер почему он не нужен потому что был юсб и можно вот такую систему было организовать есть конечно готовые решения для этого но они стоят за облачных денег то есть нужно выше 100 долларов а вот такое вот решение да вот винчестер у меня внешне есть корпусы едут два штуки купил и отлично подойдет подключу просто винчестер и будет хранилище фотографий уметь ну и видеороликов семей казалось бы в этом роутере все идеально вот кроме одного минуса есть здесь небольшой минус а именно нельзя этот роутер никак закрепить на стену то есть допустим если вам для экономии пространства в однокомнатной квартире нужно его не ложить где-нибудь на тумбочке вот или куда-нибудь а прикрепить к стене там где заходит кабель допустим том или еще что-нибудь вы это не можете сделать потому что нет никаких креплений вот хотя бы одну дырочку тут сделали или две дырочки для того чтобы можно было закрепить на стене в принципе этот пластик и расковырять дырочку не проблема ну как-то не камерфу получается или хотя бы какую-нибудь крепление сделали для стены которые на стену крепятся и куда можно вставить и положили его отдельно проблема не критичная поэтому ну лично я планировал закрепить на стену и как сейчас выглядит специально брал такую серию чтобы были сменные антенны вот добавил одну антенну мощнее теперь сигнал как бы в два раза сильнее на улицу там машине можно принимать вот такой вот сейчас стоит сейчас покажу что творится вайфай анализером через него а потом и спицы спид тестом прогоним а потом подключим уже вся умешный и правит посмотрим что он будет теперь не нужно подключать кабелем я лучше удивился почему в коробке нету кабеля не нужно подключать кабелем роутер подключить его достаточно к сети к питанию вот и установить вот такой ми вайфай приложение есть она на на плей маркете поэтому проблем каких-либо нету вот и с этап не роутер сразу он подключен к сети находится вот нашло роутер можно проверить один только у нас списке есть все и переходим к настройке его и все без проблем все на английском языке вот здесь тоже как бы все интуитивно понятно как подключиться как репитеры да то есть повторители или к подключиться напрямую к сети у меня роутер сейчас не подключен к сети вообще просто бнул питание подано и все на него вот поэтому настраивать его я уже буду дома sweet home это вот домашняя сеть моя и его смотрите как засрана вообще у меня то еще а и и и и и это скорость по кабелю напрямую из модем а по кабелю получилось настроить но через приложение не получилось у меня все время ошибка то есть когда я подключился через приложение к роутеру ввел название сети ввел пароль после этого он попросил перезайти и написал теперь типа подключите вайфай в роутере вайфай с точки доступа появились но интернет не появился поэтому пришлось в методом тыка вот через интерфейс все таки на май фай май фай ком заходим то есть это когда мы подключились к сети до которую настроили через приложение через май фай май фай зашли сюда и методом тыка я что-то поклацал и интернет все таки заработал предупреждаю прежде чем пробовать установить все таки на компьютере лучше установить плагин для перевода русского ли руми вайфай будет в описании его обязательно нужно установить перед тем как подключать роутер желательно чтобы был интернет и все то есть я этого не сделал поэтому мне пришлось немного помучиться потому что здесь переводчик у меня не переводит и приложение здесь телефона на рума и форма и вайфай нету вот это приложение то есть сейчас мы его установим этого не было уже интернет у меня работает роутер настроен все отлично сейчас попробуем установить посмотреть что там у нас есть настройках вот и сразу мы имеем более-менее такой русский язык немножко корявенький но вот поэтому советую установить не не рассчитывать на приложение с телефона что у вас все получится из первого раза через него настроить вот хоть одно и на английском языке а сразу установите вот приложение руми вайфай плагин хрома и настраивать через компьютер это проверка уже с телефона redmi 3s и и скорее всего это режет скорость модуль самого телефона мы находимся в одной комнате с роутером но намного живее то есть были рывки первый раз вообще 3 мегабита замерила скорость теперь намного живее давайте еще раз протестируем да теперь как бы резвый и даже если скачивание не такое не 50 мегабит допустим как поддерживают модуль вайфай в телефоне но все равно это все намного стабильнее чем с роутером ты бы линковский который был у меня до этого то данные уже и как видно сеть взяла на тот же канал но она теперь выше всех и получается стабильный конечно завтра ну может быть на 14 надо переключить но это уже позже сделаю наверное все таки на если поддерживается на 14 переключить если есть он там пинг такой же но скорость намного стабильнее чем он была у меня скакала она вот так вот скакала только в прием а теперь он более плавно работает это по кабелю скорость итак теперь вот так выглядит я хотел его когда придет тоже тоже уже сам мишны я думал его где-нибудь на стене прикрепить вот но получается что не прикрепить его к стене потому что у него нету отверстий для крепления на стене и думал уже когда сяомишный придет я перевешу ну не судьба значит будет вот так вот стоять здесь никому не мешать вот его блок питания вот на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок